всем добрый вечер за мной так называемый центр сокольники и я хочу вам рассказать про один небольшой но очень знаковый проект смотрите вот он сам объект весь и здесь огромная была проблема всегда с существующим пандусом вот там он был в углу в буквальном смысле люди там ломали ноги усугублялось это все тем что здесь несколько собственников я вам потом расскажу более детально и найти крайнего было очень проблематично потому что пандусом пользуются все клиенты всего бы полосокольники а финансовая нагрузка должна была лечь всего лишь на одного и так это тянулось годами ничего в этом направлении делось а люди продолжали здесь падать и повторюсь в буквальном смысле ломали ноги я вам сейчас покажу видео годичной давности когда мы занялись этим вопросом смотрите вот здесь на пилоне такой трафарет пандус на самом деле очень удобно когда это так визуально обозначено это как раз классический пандус смерти потому что угол 45 градусов такой отполированный обувью бетон в общем все чтобы благополучно здесь убиться только в моем окружении я знаю несколько людей которые вот на этом пандусе падали причем не просто падали на получали реальные травмы с которыми лежали в больнице чисто геометрически здесь не место пандусу он не помещается здесь разогнаться под нормируемый угол поэтому я наверное буду инициировать заглушку полностью этого пандуса мы его уберем сделаем здесь обычные ступени а пандус надо реализовывать в другом месте предварительно я думаю он появится где-то вот либо отсюда разгоняться будет туда либо отсюда разгоняться так наверх идея в том что мы его расположим прямо на площади чтоб всем было видно никаких трафаретов делать не надо будет это удобно потому что он прям плюс-минус посередине этого здания и человек идущий либо в ту часть его либо в эту часть его заедет здесь и уже сам выберет направление куда ему двигаться дальше я думаю что наш пандус должен вот выходить на эту площадку она свободно здесь не такой большой транзит много места для каких-то разворотов неважно отсюда он выйдет наверх либо оттуда во но мне кажется вот это свободное место идеально для нового пандуса вот эта высота данном случае на 615 миллиметров позволяет по нынешнему дбн разогнать пандус в один марш условно вот так ну или в другую сторону ну и дальше по мелочам выпавшие ступени накрывки парапета еще ступеньки но здесь есть проблема с этим всем объектом потому что у него несколько собственников там сам черт ногу сломит кто за что отвечает в общем нам этот клубок придется размотать и все-таки найти способ чтобы реализовать все улучшения в этом объекте все обмеры готовы можно открывать дбн и и чертить но в какой-то момент мы решили собрать вместе всех собственников помещений которые выходят на эту террасу где пандус и прийти какому-то логичному компромиссу где поучаствуют все но также и выгоду получат все и вот на этой встрече мы договорились что наш отдел берет на себя проектную часть мы разработали несколько вариантов нового пандуса вот он вдоль одной грани вдоль другой это визуализация и разработали маленький проект как существующий пандус смерти просто превращаем в ступени это была наша часть работы со стороны же владельцев помещений мы хотели получить согласие вообще участвовать в этом совместном проекте и естественно к счастью они поняли что это выгодно всем и конечно финансовая нагрузка тоже должна была лечь на владельцев помещений потому что это все таки частный проект я покажу с фамилиями потому что наверное это никакая не секретная информация это в открытом доступе есть все кому это надо это владельцы помещений которые выходят на эту террасу с необходимым пандусом их квадратура и процентная нагрузка финансовая которую потом должны были не посчитать и самое солидное в том что владельцы этих помещений заверили свои намерения вот таким гарантийным письмом письмо на имя мэра что они обязуются ко дню города 2020 сделать пандус ступени и начать ремонт по обновлению фасада и на самом деле все не сдержали свое слово и это прям редкость в современном мире в сфере взаимодействия бизнеса с исполкомом что люди держит свое слово с одной и с другой стороны до сдержали свое слово до пандус и ступени появились не на день города но внесли корректировки свои все эти карантинные мероприятия они продлили срок всех проектов в том числе и я затянул с проектной частью но в результате мы все-таки получили новый пандус посмотрите нормальный новый пандус с поручнями под правильный угол теперь любой человек с коляской самокатом на велосипеде человек с ограниченными физическими возможностями может подняться в любой из этих магазинов плюс ко всему владельцы сами провели ремонт парапета провели ремонт всех ступеней они здесь были разбиты в хлам эти ступени вон те отремонтированы те ступени которые ближе к пандусу парапет туда за угол и это просто совсем другой вид и совсем другой комфорт пользования ну и с этой стороны этот пандус смерти на котором не единожды люди падали я сам на нем падал наконец-то превращен в ступени правда я уже сходу вижу косяк не пойму что вот это за спотыкачка почему нельзя было разбросать эту разницу на все три ступени но это уже мелочи главное что здесь уже люди не убиваются не ломают ноги а теперь я хочу рассказать почему же этот проект я считаю уникальным потому что так физически сделано то что просто пандус просто ступени немного отремонтировали парапет и бетонные лестницы но уникальность этого проекта в самом подходе в кои-то веки произошел настоящий конструктивный диалог между местной властью и группой предпринимателей я подчеркиваю группа предпринимателей люди сообща сделали что-то не каждый для себя а какое-то общее дело от которого в результате выиграли все не такое уж там ведь супер бизнес в этих магазинах что люди могут так направо и налево разбрасываться деньгами и нагрузка финансовая там была немалая я знаю это строительство это дорого сейчас но тем не менее владельцы пошли на это и за что я им безмерно благодарен даже не за сам проект а за тот пример который они физически показали и мне и всем остальным поэтому я хочу от всего сердца поблагодарить всех этих предпринимателей которые поучаствовали в этом проекте фамилии вы их видели я хочу чтобы эти фамилии знали в городе вы для меня теперь пример ответственных сознательных предпринимателей города именно так должны происходить большинство проектов они бодания с перебрасыванием письмами и перекладыванием ответственности свою очередь я предлагаю абсолютно любым местным предпринимателям любую свою помощь проектную процедурную организационную если вы пойдете по такому же пути еще раз огромное спасибо вы крутые все пока ну пойдем сейчас за мороженым сейчас мама заедет помогай маме с булатиком заехать ну да мир панду сделали а из-за тебя легче заезжать не стало